МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В прямом эфире новости ТВК в студии Дарья Тарасенко. И прямо сейчас, коротко, главные темы этого дня. 12 человек эвакуировали в Красноярском крае из-за паводка. У села Сучково в Большолуйском районе река Чулум вышла из берегов. Сохраним караульную! Караульную пещеру закроют 1 июня. Такое решение принял суд. Что не так с популярным у туристов местом? И есть ли шанс спасти объект? Анатолия Быкова отправили отбывать наказание в Карелию. Сейчас осужденный предприниматель-политик в Новосибирске. Я больше всего трачу на мероприятия культурные. Театр, кино, музеи. Это у меня первым планом с пенсией. Жители края в среднем тратят на одежду, кафе, кино, маникюр и прочие услуги и развлечения – 32 тысячи рублей в месяц. Это данные аналитиков. А у вас сколько денег уходит на шопинг и общепит? 12 человек эвакуировали в Красноярском крае из-за паводка. У села Сучково в Большоулуйском районе река Чулым вышла из берегов и превысила критическую отметку. Потоплен один жилой дом и 21 земельный участок. С территории вывезли 12 человек, 8 из них – дети. Некоторые остались у родственников, других разместили в сельском клубе. Остальные жители отказались покидать зону подтопления. На месте работают сотрудники полиции и МЧС. Накануне из-за паводков и лесных пожаров в Красноярском крае ввели режим повышенной готовности. Как сообщил губернатор Михаил Котюков, в регионе подготовили 241 пункт временного размещения для 36 тысяч человек. При этом обстановку в крае губернатор назвал спокойной. В выходные сотрудники МЧС вместе с местными администрациями своевременно отработали на месте подтоплений дачных участков в Красноярских Черемушках и Вачинске. Как доложили оперативные службы, вода пошла на спад, пострадавших нет. Все локальные пожары, возникшие из-за сухой травы, ликвидировали. Продолжаем мониторинг. В затопленном паводками Орске обострился конфликт между жителями и мэром. Горожане обвинили Василия Казупицу в том, что он вывез сына в Дубай, где тот якобы живет с семьей на вилле, пока их город тонет. В ответ на обвинение Казупица записал видеообращение, в котором рассказал, что его сын – инженер-геолог. Совсем недавно он переехал по работе в Саудовскую Аравию, где условия, по словам мэра, тоже сложные. Василий Казупица добавил, что гордится тем, что его дети всего добиваются сами. Мэр подчеркнул, что его жена рядом и переживает вместе с ним трудные времена. Караульную пещеру закроют 1 июня. Такое сообщение появилось в соцсетях проекта. Всему виной судебные тяжбы. По иску прокуратуры у туристической точки должны убрать все благоустройство. А это значит, что экскурсий в саму пещеру не будет. Что не понравилось правоохранителям и есть ли шанс спасти объект, расскажет Никита Тимонин. Сталактиты практически все обломаны были на момент 2003 года. Экскурсовод Ирина Баринова рассказывает историю пещеры Караульная. Сейчас здесь под специальным плитом может пройти даже трехлетний ребенок или пенсионер. Однако раньше туристическая точка притягивала совсем другой контингент. История пещеры Караульная очень непростая. Ее открыли в 60-е годы и в конце 70-х установили бетонную стену, чтобы оградить от нежелательных гостей. Но позже проект остановился, дверь выломали и больше 20 лет недобросовестные туристы оставляли здесь мусор, разжигали костры и расписывали стены. Но в 2003 году все изменилось. Тогда на пещеру обратили внимание красноярские спелеологи. Ирина Баринова рассказывает, специалистам и студентам пришлось буквально своими руками реставрировать объект. И сама являюсь свидетелем событий 2003 года, когда была по инициативе Красноярского клуба спелеологов, было проведено несколько экологических акций. Пещеру отмывали от копоти, от надписей, типа здесь был Вася. Огромное количество мусора выносили из пещеры и из территории. Я это время застала, я сама участвовала в отмывании пещеры. Пока пещера была без присмотра, последствия для экосистемы стали колоссальными. Из-за неправильного ограждения начал таять лед, а популяция летучих мышей сократилась до 20 особей. Сейчас их уже больше 200. Ночные существа, к слову, визитная карточка пещеры Караульная. Сотни детей приходят на экскурсии, чтобы посмотреть именно на летучих грызунов. Общая длина ходов пещеры 540 метров. После долгих экскурсий, интерактивов и квестов можно попить чай в визит-центре и отдохнуть в летних беседках. В общем, со всеми удобствами. Также для посетителей тут есть туалет, и все это запитывается солнечными батареями. Однако с июня это все станет недоступным для горожан. Пещера и земля вокруг находятся в пользовании университета имени Решетнева. Компания «Альтамира» подписала с ВУЗом договор о сотрудничестве еще в начале нулевых. Именно фирма «Альтамира» и проводит экскурсии в пещеру. Также компания благоустроила территорию рядом с туристическим объектом. А при остановке работы сообщил директор «Альтамира» Игорь Бурмак. По иску прокуратуры суд постановил убрать с территории рядом с пещерами все постройки. Ведомстве объяснили, что они там незаконны, ведь земля не находится в аренде у Альтамиры. По словам директора компании Игоря Бурмака, узаконить постройки он пытается уже около 20 лет. Но шли годы, все наши усилия о получении участка этого в аренду, заканивания этого проекта нормально, к сожалению, были безрезультатны. Потому что вопрос очень сложный. Это уникальный случай. И законодательство его не предусмотрело в частном порядке. От безвыходности компания обратилась к жителям края. Те, в свою очередь, создали сильный общественный резонанс. Под публикациями губернатора Михаила Катюкова десятки комментариев с просьбой помочь пещере Караульная. В общем, власти уже осведомлены об истории туристической точки. Депутат законодательного собрания Александр Новиков говорит, работа и поиск решений уже идет. И вот сейчас договорились о том, что завтра непосредственно комитет законодательного собрания, который как раз по экологии, по недропользователям, как раз профильный по этим вопросам, тоже дополнительно погрузится в эту тему. В ближайшее время там проведем совещание с точки зрения найти какие-то механизмы решений. Параллельно коллеги из агентства по туризму сейчас смотрят прецеденты в других субъектах Российской Федерации, где такие и подобные есть ситуации, в которых тоже там пещеры, в которых каким-то образом предоставлены земельные участки. Обратиться стоит к опыту соседей из Хакасии. Там компания «Альтамира» получила в аренду земли у Бородинской пещеры в 2020 году, а уже в 2021-м открыла оборудованную туристическую точку. Помимо этого местные власти также выдали гранты для развития. Ну а пока соседи получают деньги на развитие, работники сферы туризма в нашем регионе получают судебные иски. Никита Тимонин, Илья Сергеенко, Новости ТВК. Анатолия Быкова отправили отбывать наказание в Карелию. Эту информацию подтвердил адвокат Алексей Прохоров. По его словам, бизнесмены этапировали в одной из колоний Карелию в пятницу 12 апреля после встречи адвоката и подзащитного. 13 апреля Анатолий Быков уже был в Новосибирске, делится Прохоров. И предположительно, сегодня вечером бизнесмен уже продолжил свой путь в колонию. Ориентировочно сегодня вечером он продолжит следование к месту отбывания наказания. Через несколько дней он должен быть в городе Екатеринбурге. В какое конкретное исправительное учреждение на территории Республики Карелия он попадет, мне пока неизвестно. Запрос в УФСИН Республики Карелия уже направлен. Я думаю, что по появлению на территории Карелии моего подзащитного информация в ближайшее время будет мне доступна. Напомню, Анатолия Быкова задержали в мае 2020 года. Политика судили за организацию убийства Александра Наумова и Кирилла Войтенко. За заказное убийство Андрея Неколова и покушение на Андрея Гробовского. 12 марта этого года Красноярский краевой суд отклонил последнюю апелляцию и вынес окончательный приговор Анатолию Быкову по третьему уголовному делу. С учетом двух других приговоров бизнесмена и политика приговорили к 20 годам колонии. Три из них он уже провел в СИЗО. Ни по одному из дел Анатолий Быков вину не признает. Прокуратура внесла представление правительству Красноярского края из-за того, что никто не ответил на письмо Олега Митволя. Еще в декабре прошлого года бывший проектировщик метро и СИЗО написал письмо губернатору Михаилу Кутюкову. Митваль сообщил, что старые тоннели, по его мнению, могут обрушиться, поэтому строить над ними ничего нельзя. Как новостям ТВК рассказали в прокуратуре, это письмо правительство перенаправило в Министерство транспорта и Центр транспортной логистики. По закону ответ должен быть в течение месяца, но Митваль его так и не дождался и обратился в прокуратуру. В ведомстве это посчитали нарушением и внесли представление. Теперь правительство Красноярского края обязано в течение месяца ответить Митвалью, а также провести внутреннее расследование и наказать виновных. Беллини Гастрономик Экосистем сегодня отмечает день рождения. Ровно 20 лет назад, 16 апреля, владельцы компании открыли свое первое заведение Крем. Именно отсюда началось развитие ресторанного бизнеса Беллини. Команда изменила взгляд на гастрономию в Красноярске. За все время работы компания запустила собственную сыроварню и кондитерский цех. В 2016 году компания Беллини совместно с СФУ и институтом Поль Бакюза открыла институт гастрономии СФУ. Благодаря этому впоследствии Красноярск стал гастрономической столицей Сибири. Кроме того, сразу семь ресторанов в Беллини попали в рейтинг лучших заведений по версии Всероссийской премии «Веатуит Сайберия-2023». А «Чешуя» и «Хэллоу Вайн» вошли в топ-10 лучших ресторанов Сибири по версии Национальной ресторанной премии. Сейчас в Красноярске и других городах работают 57 проектов от Беллини, 30 ресторанов, 13 гастрономических проектов, 3 собственных производства и 7 кондитерских. И на этом компания не планирует останавливаться. Планов достаточно много. Только в этом году мы планируем открыть порядка 4 заведений как минимум и даже один большой гастрорынок. Так что мы не стоим на месте, развиваемся. Несмотря на то, что нам 20 лет, мы по-прежнему ощущаем себя молодой компанией. В принципе, 20 лет – это не возраст. В общем, мы развиваемся. Отметить свой день рождения команда Беллини приглашает в кафе «Крем» 18 апреля в 19.00. Гостей ждут специальное меню, розыгрыши, фотограф и живая музыка. Сейчас мы прервемся на короткий анонс рекламы. Напомню, ТВК есть во всех социальных сетях. Чтобы связаться с нами, оставить комментарий или посмотреть любой сюжет выпуска, сканируйте QR-код, который вы сейчас видите на экране. Переходите по ссылке, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там уже почти 30 тысяч читателей. И совсем скоро к 30-летию телекомпании мы разыграем среди подписчиков 30 тысяч рублей. Присоединяйтесь, чтобы не пропустить розыгрыш. Ваш ребенок распределен в детский сад. Долгожданные уведомления приходят родителям в госуслуги. Что делать дальше? На самые популярные вопросы мам и пап ответит специалист управления образования. Шашлык на детской площадке, лошади во дворе дома и мусорная долина – самые популярные темы в соцсетях ТВК. Вы смотрите новости ТВК, наш телефон 200-00-65 и мы продолжаем выпуск. Жители Красноярского края в среднем тратят 32 тысячи рублей в месяц на одежду, продукты, походы в кафе, рестораны, спорт, массаж и другие услуги. Данными за 2023 год поделились аналитики РИА Рейтинг. Они рассчитали размер среднемесячных трат на основе анализа розничного оборота. При этом за год, по данным аналитиков, потребительский спрос в регионе вырос на 7%. Эксперты отмечают, что в среднем россияне в месяц тратят 37 тысяч рублей, а потребительский спрос по стране вырос на 6%. На это повлияли рост зарплат, занятость и кредитование. Сколько красноярцы тратят на самом деле и на что уходит больше всего денег? Сегодня этот вопрос съемочная группа новостей ТВК задала горожанам и вот какие ответы получила. Сколько денег в месяц тратите? Ну, тысяч 40-50. А на что больше всего уходит? На такси. Цифры 32 тысячи, вы согласны? Нет, не согласна. Можно больше. Конечно, но у стоматолога это дорогое удовольствие. У вас на здоровье получается много уходишь. Но тоже в районе 40, в счет того, что не снимаем ни квартиру. В основном это питание где-то, проезд и развлечения. Все зависит конкретно от сезона и от моего настроения. Например, весной, ну, наверное, в месяц, не считая плату за квартиру, если что, это, наверное, тысяч 20-25. Ну, если прямо у меня очень плохое настроение, я много куда хожу, то, наверное, 35. 40 тысяч. А на что больше всего уходит? На еду. Тысяч 10, наверное. А на что больше всего уходит? Ну, на еду, питание, как бы, в основном. И на проезды. До 20-ти это точно уходит, потому что квартира дорогая. Я больше всего трачу на мероприятия культурные. Театр, кино, музей, это у меня первым планом с пенсии. А остальное уже как получится. Обычно это от 60 тысяч, 50-60, это так. А на что больше всего уходит денег? На еду, на дорогу до университета, на какие-то вещи, которые мы носим. Еда. Чаще всего сейчас еда, наверное, больше степени расходов. Ну, хобби уже тоже, как бы, подорожало все сильно, заметно. На еду и карплату. В Краснодарске продолжается комплектование детских садов. В этом году специалисты распределят больше 13 тысяч мест. Уведомления о комплектовании уже приходят родителям в госуслуги. Как происходит этот процесс и когда уже можно начать ходить в детский сад? Эти и другие вопросы новости ТВК задали специалисты управления образования Натальей Ивановой. Как происходит процесс комплектования детей по детским садам? Процесс комплектования на 24-25 учебный год проходит с 1 апреля по 1 сентября с использованием государственной информационной системы Красноярского края «Дошкольник». В пятницу выходит приказ о комплектовании. На следующей неделе приказ получают заведующие детские садами. У них есть пять рабочих дней для информирования родителей скомплектованных детей. После получения информации у родителей есть пять рабочих дней для того, чтобы определиться и дать заведующему информацию о том, будет он зачислять ребенка на предложенное место либо будет оставаться на учете, например, для получения места в желаемом детском саду. Комплектование идет с 1 апреля по 1 сентября. Приказ выходит каждую пятницу. Какие документы необходимо предоставить для зачисления в детский сад? Для зачисления в детский сад необходимо предоставить, безусловно, документ, удостоверяющий личность родителя, свидетельство о рождении ребенка, регистрацию ребенка на территории города и документ, подтверждающий льготу при наличии. Также, если ребенок зачисляется в группу компенсирующей направленности, необходимо предоставить оригинал заключения психолога-медико-педагогической комиссии по МПК. Когда начинают выдавать направление на зачисление в детский сад? Направление на зачисление на 2004-2025 учебный год начинают выдавать с 1 июня. Направление родитель может получить как лично в территориальном отделе, так и доверить это заведующему детским садом, написав соответствующее заявление. Как происходит комплектование на госуслугах? Родители, которые поставили своих детей на учет через госуслуги, как только в системе нажимается кнопка «Скомплектовать», незамедлительно получают информацию в личном кабинете госуслуг. При этом родитель может согласиться на предложенное место в личном кабинете либо отказаться от него. Что делать, если родитель нажал на кнопку «Отменить заявление случайно»? При нажатии кнопки «Отменить заявление» до конца дочитывайте все, что вам выдают госуслуги. Потому что если вы нажимаете «Отменить заявление», то функционал государственной информационной системы Красноярского края «Бушкольник» не предусматривает восстановление заявления. В этом случае вам придется вставать на учет заново. В этом случае необходимо обратиться в территориальный отдел того района, где вы состоите на учете. Информация об отделах есть на сайте Главного управления образованием. Что делать, если родитель желает отдать ребенка в другой детский сад? Если родитель не желает отдавать ребенка в тот детский сад, место, в котором ему предложено, он может проинформировать об этом заведующего детского сада, куда он скомплектован. На основании заявления родителя заведующий в базе выставит статус «Очередник отказ до освобождения места в желаемом детском саду». В этом случае при комплектовании на 2024-2025 учебный год место ребенку будет предлагаться только в случае, если будет свободное место в желаемом детских садах. Когда можно начать ходить в детский сад? Направления для детей, которые скомплектованы на следующий учебный год, начинают выдаваться с 1 июня. После получения направления родитель может зачислить ребенка в детский сад. Время начала посещения, включая адаптационный период, согласовываться с заведующим и зависит в том числе от проведения, например, ремонтных работ при подготовке к новому учебному году. Все решается индивидуально с руководителем образовательной организации. Уважаемые родители, если у вас есть какие-то сомнения или возникают вопросы, обращайтесь, пожалуйста, в территориальный отдел управления образования по соответствующему району или в отдел дошкольного образования. Телефоны имеются на сайте главного управления образования, и мы вас проконсультируем по всем возникающим у вас вопросам. 30 апреля КРАЗ отметит 60-летний юбилей, и в этом году стартует проект большого обновления завода. Половину старых корпусов снесут и построят на их месте всего два новых корпуса. Их оснастят более экологичным оборудованием. В настоящее время на строительной площадке нового КРАЗа ведут подготовительные работы, а подрядчики уже занимаются сборкой техники. Сейчас специалисты изготавливают четыре огромных мостовых крана, вес каждого более 91 тонны. Один кран собирают около двух месяцев. С помощью мостовых кранов проходит монтаж и демонтаж, а также транспортировка металлоконструкций электролизеров. В цехе, где проходит сборка, также изготовят сварные балки и анодные узлы для каждого электролизера. Главная цель изменений, которые происходят у нас на Красноярском алюминиевом заводе, конечно же, экологическое. Будет снесено половина корпусов, ныне существующих, которые были построены 60 лет назад. И построено два новых корпуса, электролизеров которых будут работать на обожженных анодах, предварительно обожженных. Соответственно, не будет выбросов бензапирена в этих новых корпусах, и на две трети будут снижены выбросы фторидов. В целом, по заводу снижение повтору составит 39%, по бензапирену – 45%. Подрядчик «Русала» собрал уже 9 анодных узлов. Всего их потребуется 352. На сборку каждого уходит примерно неделя. Первый металл в новых корпусах КРАЗа планируют получить в 2027 году. В целом, будет обновлено около 100 объектов производства КРАЗа, инженерной и транспортной инфраструктуры. Шашлык на детской площадке, лошади во дворе дома и мусорная долина. Обзор самых популярных тем в соцсетях ТВК за неделю – слово админу Анастасии Бирюковой. Всем привет! Меня зовут Анастасия Бирюкова. И я расскажу, что смотрели и обсуждали красноярцы в соцсетях ТВК. Зачем ехать за город, если можно сделать шашлык и во дворе? На улице юности жители поставили мангал прямо на детской площадке. Ну а что? Шашлык же всем хочется. У нас есть то, что, наверное, ни в каком другом дворе нет. Вот такой мангал. Наши подписчики отмечают – получилось, как за границей, где барбекю на заднем дворе. А как считаете вы? Пока в одном дворе жарят шашлык, в другом, в белых розах, детей катают на лошадках. Ну да, она сейчас представляет, что все машины любят. Ну, это все будет. Подъезд пошла, смотри. Развлечение это не бесплатное. Не все им довольны. Зачастую после животных никто не убирает. Да и сами лошади выглядят изможденно. Почти как на «Титанике». Житель Оренбурга сыграл на пианино посреди своего затопленного дома. Пользователи соцсетей говорят, а что еще-то людям остается делать? Крик отчаяния через музыку. Мужчины на лодке в затопленном поселке под Оренбургом спасли кошку, которая два дня дрейфовала на доске. Животное было без сил и уже будто смирилось со своей участью. Давай заднее. Потихонечку. А вот косуле помочь будто некому. Она почти сутки простояла на вершине красного гребня. Периодически ее окружала стая собак, говорит автор видео. Мне кажется, что у нас приплодом. Может, конечно, так далеко, что не видно. А вот от следующего видео у эко-активистов закололо бы сердцем. Да и у любого, пожалуй, на видео, увы, не снежные поля. Это все пакеты. Вообще, конца даже не видно, докуда эти пакеты. Такую картину снял подписчик ТВК по дороге в село Чистоостровское. Это буквально в 40 километрах от Красноярска. Это был обзор самого популярного за неделю в соцсетях ТВК. Сейчас на экране вы видите QR-код. Переходите по нему и подписывайтесь там, где вам удобно. А самые важные срочные новости вы найдете в нашем телеграм-канале ТВК Нью. И помните, ТВК – это не только ТВ. Красноярских водителей-подснежников позвали улучшить свои навыки вождения. Где и когда пройдут бесплатные курсы – подробнее об этом. Не только в рубрике «Новости. Коротко». Красноярских водителей-подснежников пригласили на бесплатные курсы вождения. Об этом рассказали в ГИБДД. Это касается тех, кто зимой не садился за руль. Вместе с автошколами-партнерами сотрудники ГИБДД расскажут водителям об изменениях законодательства, порядке самостоятельного оформления ДТП и особенностях контр-аварийного вождения. Также специалисты познакомят с основными проблемами на дорогах и помогут отработать навыки на автодроме. Чтобы попасть на курсы, нужно зарегистрироваться по номеру, который вы видите на экране, или заполнить анкету по QR-коду. Для красноярцев занятие пройдет 20 апреля в 11 часов утра по адресу Рокоссовского, 7. Количество мест ограничено. В нацпарке красноярские столбы закрыли один из турмаршрутов из-за медведей. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника. По словам специалистов, в ближайшее время на столбах могут проснуться медведи. Самцы выходят из берлог с 15 апреля, а самки с медвежатами – к 10 числам мая. Однако пока следов косолапых еще не зафиксировали. Для предупреждения встреч с хищником, а также в связи с началом пожароопасного сезона, зону особой охраны закрыли. Речь идет о буферной территории в районе Диких скал. Запрет ввели на неопределенный срок. Электрокатамаран из Красноярска в Девногорск запустят 1 мая. Информация появилась на сайте перевозчика. Он будет курсировать два раза в неделю. Прогулочные и экскурсионные рейсы в окрестностях города будут ежедневными. Билеты на эко-катамаран купить пока нельзя, однако на сайте уже есть цены на них. Так, минимальная цена билета на прогулочный рейс теперь составляет 1400 рублей. Цены на экскурсионные рейсы не изменились. Однако заметно подорожали рейсы Красноярск-Девногорск. Теперь билет стоит от 2700 рублей. Что такое воспаление седалищного нерва и как это лечить? Рубрика «Вопросы доктору». И не пропустите новый выпуск «Эко-новостей». Расскажем о том, почему общественники призывают отказаться от запуска воздушных шаров на выпускные и в каких городах это уже сделали. Вы смотрите новости на телеканале ТВК Наш, телефон 200-00-65 и мы продолжаем выпуск. В Красноярске подвели итоги девятого конкурса региональных театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон». Летом призеры покажут красноярцам свои спектакли на фестивале современного искусства «Территория Красноярск». Подробнее расскажет Надежда Шепенева. В этом году в конкурсе участвовали 32 спектакля из пяти регионов – Красноярского края, Хабаровского края, Республики Саха, Якутия, Иркутской и Магданской областей. В шорт-лист вошли шесть спектаклей, поразившие жюри. Среди них «Тартюв» Черемховского драматического театра из Иркутской области. Это современная интерпретация комедии Мольера. Эксперты считают, что постановка заставляет задуматься об искренности человека, а также о причинах и последствиях ханжества и лицемерия. Очень сложная форма, очень необычная. Мы тоже, как и члены жюри, видели видео, поняли, что это надо видеть. Казалось бы, какое безумное, нереальное прочтение в стиле комедии «Францесс». Вот в стиле, поверьте мне, в стиле Черемхова оно удивит зрителей не меньше. Еще одним призером конкурса стал спектакль «На дне» якутского тюза. Пластичная постановка по мотивам пьесы Максима Горького. Спектакль без слов. «На дне» действительно поразительная работа «Якутский тюз». Очень знаменитый, может быть, один из самых главных якутских режиссеров Сергея Потапова. Более того, даже не просто якутский, а просто работающий с этнической темой и довольно долго, и работающий с ней, называется, на федеральном уровне. И это на дне без слов. Тяжелая драма вдруг в этом бессловесном, невербальном, почти трагическом клоунском рисунке вдруг оказывается и веселой, и смешной, и нелепой, и странной. И Горький говорит о босиках. Это странники, это странные люди. И вот действительно это спектакль про странных людей со странными отношениями. Из шести работ, вошедших в конкурсный шорт-лист, четыре от театральных коллективов Красноярского края. «Ясона Медея» от театра «На крыше», «Хождение по мукам» от драматического театра «Пушкина», «Легенда о великом инквизиторе» Красноярского театра «Кукол» и «Волчок», поставленный городским театром Шарыпова. Три призера «Полю золотой сезон» покажут постановки на фестивале «Территория Красноярск». Фестиваль – это большая энергия, на которой, как я сказала уже, над которой работает много людей, большая команда. И есть возможность соединить и встретить на этой площадке фестивали региональных участников спектаклей из регионов и спектаклей из Москвы, Санкт-Петербурга и центральных городов, которые, например, отмечены уже каким-то призами и прошли конкурсные оценки. Фестиваль «Территория Красноярск» пройдет с 5 по 11 июня в нашем городе. Программу организаторы объявят уже скоро. Надежда Шепенева, Данил Мамонтов, Новости ТВК. Что такое воспаление седалищного нерва и как это лечить, расскажет врач Владимир Хиновкер в рубрике «Вопросы доктору». Здравствуйте. Это «Вопросы доктору». Я врач-интенсивный терапевт Владимир Хиновкер. Один из вариантов боли внизу спины – это воспаление седалищного нерва или ишиаз. Как его лечить? Что такое воспаление седалищного нерва? Какие симптомы? Действительно часто пациенты в нашем центре лечения боли говорят, доктор, вы знаете, у меня воспалился седалищный нерв. Ну вот то место, на котором я сижу, там должен быть именно седалищный нерв, потому что это же седалище. По научному, на медицинском языке это называется ишиаз. И проявляется ишиаз болью в области ягодицы, которая эридирует по задней части ноги до самой пятки. Воспаление седалищного нерва или ишиаз, как самостоятельное заболевание, встречается крайне редко. Как правило, причина в чем-то другом. Какие могут быть причины? А вот причины боли в области седалищного нерва могут быть разные. Первая и самая простая – это синдром грушевидной мышцы, под которой, собственно, вот этот седалищный нерв выходит из-под грушевидной ямки. Вот если эта грушевидная мышца, она находится в ягодице, под большой ягодичной мышцей, там в глубине попы, вот если эта мышца воспалилась, если она перенапряглась, находится в спазмирном состоянии, то под ней может придавливаться седалищный нерв, это его немножко раздражает, и да, боль может эридировать по всей ноге вплоть до пятки. Но чаще причины бывают в позвоночнике, и это либо какая-то грыжа диска, которая придавила корешки, из которых потом седалищный нерв формируется, либо это какие-то другие воспалительные функциональные проблемы. В общем, нужно обратиться к врачу, и он вас обследует и поставит правильный диагноз, назначит правильное лечение. Вообще сегодня принято, что с болью в позвоночнике, которая эридирует в ногу, боль в пояснице, которая эридирует в ногу, пациент, конечно, сначала окажется у терапевта, и терапевт назначит просто противовоспалительный препарат, который подается в аптеке без рецепта. А вот если это в течение недели-двух не помогает, пациент направится к неврологу, невролог полечит пациента еще 4-6 недель, а уже потом направит в службу боли, в центр лечения боли или в кабинет боли, где специально обученные врачи будут вас дообследовать и назначат вам правильное лечение. Оно может включать в себя либо хирургию даже иногда, иногда приходится грыжи удалять оперативным путем, этим занимаются нейрохирурги в нашей стране. Может быть, вам нужна какая-то интервенция, блокады прицельные или терапия таблетками. Свои вопросы доктору вы можете задавать по номеру 200-00-65, также пишите в Вайбер или Ватсап по номеру 8-923-165-45-00 и в любых социальных сетях ТВК. Массовые запуски воздушных шаров, миллионы тонн пластиковых отходов на дне океана и охота на гренландских тюлени. Подробнее об этих темах расскажем в новом выпуске Эко-новостей. Всем привет! Вы смотрите Эко-новости на ТВК. В ближайшие несколько минут вас ждут события из сферы защиты природы. Давайте узнаем новости из Красноярска, России и мира, от которых легче дышать. Экоактивисты призывают отказаться от запуска воздушных шаров на выпускные. Последствиями таких мероприятий с редакцией ТВК поделилась Красноярка. В двух городах России, Сочи и Санкт-Петербурге еще в 2019 году запретили запуск воздушных шаров во время общественных мероприятий. Однако в Красноярском крае таких инициатив еще нет. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, главная проблема воздушных шаров заключается в том, что дикие животные часто принимают их за пищу. Воздушные шары не исчезают в атмосфере. Они либо цепляются за ветки деревьев, или электрические провода сдуваются и свисают, либо поднимаются достаточно высоко, лопаются и падают обратно на землю. Чаще всего за пищу сдувшиеся шарики принимают морские животные. Поедание этого мусора приводит к внутренним повреждениям и смерти. Помимо этого, многие животные запутываются в лентах и веревках, которые привязывают к воздушным шарам. Это приводит к удушью. Как показывают исследования, для животных мягкий материал воздушных шаров опаснее, чем твердые пластмассы. На дне океана находится до 11 миллионов тонн пластиковых отходов. К таким выводам пришли исследователи Агентства Австралии и Университета Торонто в Канаде. Ученые обнаружили, что на дне океана находится в среднем от 3 до 11 миллионов тонн пластика. Ранее уже проводили оценку количества микропластика на морском дне. В новом анализе рассматривали более крупные предметы. От сеток и стаканчиков до пластиковых пакетов и более габаритного мусора. Результаты исследования также показали, что 46% прогнозируемой пластической массы на дне мирового океана находится на глубине более 200 метров. На океанских глубинах до 11 тысяч метров содержится 54% прогнозируемой массы пластика. По данным ученых, к 2040 году использование пластика человеком для своих нужд удвоится. В Архангельской области предлагают возобновить промысловую охоту на гренландского тюленя, пока специалисты проводят учет морских животных. Как заявляют власти, если тюленей будет много, то промысел могут возобновить. Добычу этих животных запретили в 2009 году, а 10 лет назад запрет частично сняли. Сегодня тюлени добывают в Белом и Баренцевом морях по квотам. Так, в прошлом году квота на добычу составила более 20 тысяч, 7 из которых могла добывать Норвегия, остальное – Россия. Власти отмечают, что на данный момент популяция морских млекопитающих составляет более полутора миллионов взрослых особей. При этом тюлени едят более 1 миллиона тонн рыбы. По словам властей, это негативно влияет на рыбохозяйственную отрасль региона. А шкуры и жир животных можно использовать в легкой и фармацевтической промышленности. Зайосащитники выступают против подобного решения и собирают подписи под петицию на сайте Change.org. По данным активистов, численность детенышей за последние 20 лет снизилась с 300 до 160 тысяч особей. Специалисты также отмечают – тюлени питаются не только промысловой рыбой, но и ракообразными, и рыбой, которую люди не едят. Прямо сейчас на экране вы видите карту наиболее загрязненных и чистых районов по данным общественников за неделю. Самыми чистыми районами с 8 по 14 апреля стали Центральный и Кировский, а самыми грязными оказались Октябрьские и Ленинские районы. На этом все. Вы смотрели «Эко-новости» на ТВК. Еще увидимся. И на сегодня это все новости. Напомню, телефон редакции 200-0065. Вся последняя информация есть на нашем сайте tvknews.ru. Также подписывайтесь на нас во всех социальных сетях. И помните, ТВК – это не только ТВ. Субтитры подогнал «Симон»!